День работника уголовно-исполнительной системы для сотрудников и ветеранов службы всегда особое событие. К тому же в этом году на него выпала еще и юбилейная дата – 145 лет со дня образования системы. Выразить слова благодарности правоохранителям за отличную работу прибыли представители власти области. Поздравил с профессиональным праздником и руководитель регионального управления в СИН Михаил Курбан. Нам предстоит и далее решать широкий спектр вопросов. Среди них укрепление материально-технической базы и наращивание производственного потенциала, обеспечение социальной гарантией сотрудникам ведомства, предоставление надлежащих условий содержания в исправительных учреждениях, организация планомерной работы по госсоциализации осужденных. По итогам прошлого года у регионального управления немало достижений. При участии у ФСИН региона раскрыли более 260 преступлений. Было изъято 66 средств сотовой связи и более 200 граммов наркотических средств, что пытались передать осужденным. А сами учреждения в общей сложности выпустили товаров более чем на 505 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года на 28%. Доля привлеченных к труду осужденных увеличилась, а швейное оборудование и сельскохозяйственная техника продолжают обновляться. Основной у нас рост произошел за счет расширения действующих швейных участков. Ну, как бы выбрано основное направление – это расширение швейного производства, так как у нас это позволяет устроить наибольшее количество осужденных. Соответственно, у нас в прошедшем году был произведен ремонт в трех учреждениях, созданы дополнительные рабочие места. За счет прибыли произведена закупка швейного оборудования. В прошлой частью торжественного концерта стало чествование отличающихся сотрудников оборудования федеральной службы исполнения наказания региона. В этот раз их более 20. Среди правительственных и ведомственных награды выодарствовали письма, грамотные видные знаки и памятные подарки. Одним из таких работников стал начальник оперативного отдела исправительной колонии номер 4 Максим Башарев. На должность оперуполномоченного он заступил в 2015 году. Пошагово дослужился до старшего оперуполномоченного и стал заместителем начальника отдела. А сейчас и вовсе его возглавил. За свою профессиональную практику сталкивался со многим. Были и необычные случаи. Пытались с помощью квадрокоптера организовать канал доставки на территории учреждения запрещенных предметов, а именно сотых телефонов и комплектующих. При взаимодействии с правоохранительными органами, а также оперативной информацией были правонарушители задержаны и подвержены административному наказанию. Завершением торжества стал праздничный концерт для сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Александр Кобзарёв. Область новостей.